здравствуйте дорогие мои друзья знаете какая то какие то такие странные слова в нашем лексиконе хлопки хлопки газа последнее время стал очень часто хлопать заметьте знаете вот кто кто это хлопает я не пойму кому это выгодно ну выгодно это власти не пойму наверное нет в принципе это раздражает народ эти то что они как бы скрывают что это может быть что-то большее потому что почему газ не взрыв газа а хлопок от такой хлопок от которого знаете там пол дома рушится вот сейчас опять в ельце вот этот хлопок газа и дом хотя он там немногоэтажный но все-таки три человека погибли семья ребенок до хлопок газа неисправное газовое оборудование вот это вот такие слова всегда типа сами виноваты они там газовую комфорку включали она потухлый какой-то взрыв произошел друзья мои знаете а вот не не заметили ли вы почему это только у нас происходит что-то не слышно чтобы в америке где-нибудь там в европе в канаде да вот хлопал газ происходит наверно событие но заметьте наша пресса всегда указывают когда там где-нибудь в штатах легкомоторный самолет упал когда там что-то бахнуло всегда об этом говорят вы слышали там чтобы дома взрывались я что-то не слышал а у нас завод с буквально за последнее время вот там уже пальцев на руке не хватит за последние годы все время хлопает и хлопает конкретно то есть вы скажете да ну у них там порядок у них наверное за газом следят а у нас не следят знаете я помню и в советское время так сказать вот такие знаете газовые были ну комфорки и тоже были достаточно изношены эти трубы ничего как-то все ржавое ну чё-то и газом не пахло а если пахло приходил какой-нибудь пьяный газовщик и что-то там делал и все а взрывов то что-то не было а знаете ладно европа там может быть оборудование поновей в каких-то других странах где тоже наш газ используется тоже там что-то не хлопает не хлопает газ вот а у нас хлопает и знаете вот эти вот но раньше это называла взрывами домов почему-то вот вот дома взрывать какая-то вот такая нехорошая тенденция знаете как у некоторых жулики имеют такую особенность вот если вы как бы стали карманником вы всю жизнь и вроде карманник то есть такая почерк ну криминалисты говорят почерк если научились когда это сейфы вскрывать вы медвежатник вы так и пословят вы опять скрываете опять в тюрьму но вот вам нравится вскрывать сейфы это ваш хлеб вы значит на этом живете на этом промысле карманники по карманам лазят там домушники по домам какие-нибудь там еще жулики мошенники почерк тяжело от почерка отказаться и вот вот этот вот такой ненавязчивый почерк вам ничего не напоминает когда началось правление вот этого малыша не кибельчиша я бы сказал плохиша хотя плохиш был такие толстеньким он любил жрать печенье с вареньем наш плохиш толстый тощий тощий лысоватый печенье не любит наверное у него глисты наш плохиш с глистами и тоже почерк один хлопки постоянно раньше это называлось взрывами сейчас называется хлопками кто у нас хлопает друзья мои ну вот кто скажите какие-то злоумышленники что-то я не знаю как бы кто на это способен я понимаю если вы там ну как бы воюете с властью ну как бы не любите ее ну тогда хлопайте к примеру там где представители этой власти там ну какая-то администрация вот в это это ваш выбор вы там преступники понятно но а зачем же жилые дома где-то в разных местах хлопать как-то вот непонятно это и зачем почему ну вот наверное такая тенденция как любят значит большие салюты так и вот это последнее время опять же начались перед выборами почему-то странное дело власти понятное дело почему-то невыгодно вот в житейском плане потому что люди спрашивают мы с вами спрашиваем а чё это вы чуть вообще у вас не все сыпется понятно что все разрушено все все какой-то оборудование но жилые дома семьи с детьми на гинск там до этого еще там небольшой был взрыв в этот же день сегодня 11 числа елец хочет понять вот когда вот этот вот плохиш с глистами как бы уйдет от от руля каким-либо образом может быть хлопки прекратятся потому что какая-то вот я бы назвал это почерком утверждать не могу но прямо мне что-то как бы начало мощная но вот и сейчас когда идет уже как бы финиш этого режима насколько он еще я бы сказал агония протянется но тоже отмечается вот этими хлопками трагическими ужасающими и главное понимание что как бы страх этого рождает страх вы не знаете вот в каком доме это произойдет по всей стране люди живут у многих газ думают а чё вот сегодня я то есть у вас нету надежды на свой дом страх да друзья мои кто-то раскачивает лодку власти не выгодно я не я вот я друзья мои или выгодно или вот это вот чтобы был страх во всех что ваши дома не ваши дома молчите аначе так начнет хлопать без нас мы-то стоим на страже мы когда-то рыцари плаща и кинжала на вот эти вот служить и защищать нету наших такого девиса нету щит и меч у наших из но здесь похоже все время меч какой-то работает от щит прикрывает только одну такую точную задницу остальных как-то он не прикрывает почему-то для остальных меч хотя должно быть знаете щит должен закрывать всю страну а меч быть не против своих а как бы против внешних врагов все друзья мои пока